доброго дня дорогие участники нашего цифрового марафона по рекрутингу меня зовут наталья жук национальный директор компании faberlic республика беларусь и сегодня я хочу вам раскрыть очень важную тему которая называется цифровые списки знакомых рассказать вам свой опыт по рекрутингу и я уверена что сразу уже после окончания нашего тренинга вы сможете использовать этот инструмент для привлечения новых клиентов и бизнес-партнеров ваши структуры и так что же такое цифровые списки знакомых как правило мы все привыкли приглашать в команду свой теплый круг но обычно мы это делаем работая на земле то есть используя методы оффлайн это какие-то домашние кружки это личные встречи либо мастер-классы но так как наш теплый круг порою живет очень далеко от нас либо они бесконечно заняты и поэтому не могут прийти к вам домой на домашний кружок собственно говоря из-за этого вы ограничиваете себя в рекрутинге именно по своему теплому кругу по этой причине мы очень долго думали каким же образом можно через социальные сети заполонить свой теплый круг информации о бизнесе с компанией фабрилик и получить отличный результат у нас получилась замечательная схема я уверена то что у каждого из вас есть свои личные страницы в различных социальных сетях это может быть одноклассники это может быть контакт facebook где угодно и уже на ваших личных страничках ваших социальных сетях есть огромнейшее количество ваших каких-то друзей возможно те с которыми вы уже несколько лет не общались а возможно с теми с которыми вы уже очень давно не общались и просто напросто потеряли контакт также на ваших социальных сетях есть друзья которых вы вообще полностью не знали не знаете но эти люди добавлены на ваши социальные странички просто в друзья и каждый из этих людей это отличный потенциал это будущий ваш бизнес-партнер либо просто потребитель каждому нужно обязательно выделить внимание и с каждым нужно завести свой диалог сперва для того чтобы у вас был результат и для того чтобы у вас был пошаговый алгоритм действий я рекомендую вам разделить всех ваших друзей которые есть у вас в социальных сетях на несколько категорий первая категория это те которых вы отлично знаете то есть это ваш очень близкий и теплый круг с которыми вы общаетесь практически ежедневно то есть это ваши близкие подруги знакомые это ваши очень хорошие друзья либо родственники вторая категория людей это те с которыми вы общались где-то приблизительно год тому назад два тому назад пять лет тому назад то есть абсолютно неважно каким образом у вас происходило общение самое главное что вы с ними знакомы самое главное что вы с ними когда-то хотя бы здоровались и поддерживали контакт и третья категория людей это те люди с которыми вы вообще не знакомы но они есть на вашей странице в социальных сетях и каждую категорию мы будем с вами отрабатывать абсолютно разным способом давайте же приступим к самому первому и самому простому способу отработки это нашего теплого круга с которым мы общаемся с вами практически ежедневно и так с ними общаться совершенно легко и делать предложение им тоже очень легко вы можете обращаться к ним сразу с предложением но прежде чем вы будете делать предложение о бизнесе очень важно выявить потребности у этого человека то есть если это ваша знакомая если это ваша какая-то двоюродная сестра либо еще кто-то да то есть близкий родственник вы приблизительно уже понимаете и знаете какой финансовый доход в этой семье она работает либо находится в отпуске по уходу за ребенком да какой у нее материальный статус и так далее то есть вы в принципе уже понимаете потребности этого человека и исходя из их потребностей вы можете сделать предложение конечно же сперва я всем рекомендую делать предложение о бизнесе то есть ваша задача красиво и качественно преподнести информацию каким образом вы можете предложить бизнес вашей знакомой если же вдруг вы получили отказ не стоит сомневаться и отчаиваться в этом случае вы тогда предлагаете уже потребление продукта просто с целью экономия для себя плюс рассказываете какое огромное количество акций в компании а самое главное то что сейчас вы делаете акцент на денежную акцию в 1000 рублей потому что ни в одном другом магазине вот либо компании ваша знакомая больше таких условий конечно же не получит если же вдруг по какой-то причине ваш теплый круг то есть ваши знакомые или родственники отказываются и о данной возможности тогда вы просто ознакомливаете их с ассортиментом компании сбросьте им ссылочку на каталог либо при удачной какой-то вашей личной встрече просто предоставьте печатный каталог для ознакомления и конечно же скажите то что если вдруг тебя что-то заинтересует ты хочешь сделать заказ тогда обращайся ко мне я тебе непременно помогу это мы с вами отработали алгоритм работы уже с вашим теплым кругом давайте же посмотрим как мы будем общаться с теми людьми с которыми мы не общались уже несколько лет конечно же нужно с ними связаться но сразу делать предложение ни в коем случае нельзя ваша задача завести разговор и пообщаться с этим человеком абсолютно на разные темы самое главное сперва утеплить контакт то есть вспомните когда вы с ним общались ранее что у вас какой у вас было общее что вас вместе где-то что-то объединяло вспомните свои былые времена вспомните какие-то может быть позитивные или смешные моменты то есть ваша задача обязательно сперва расположить этого человека к себе после того как вы его расположили к себе обязательно вам нужно уточнить какое у него сейчас материальное положение то есть статус работает она либо возможно она домохозяйка ли если у нее дети какое количество какой возраст для чего нам это нужно для того чтобы понимать что интересует данного человека потому что если она у нас находится в отпуске по уходу за ребенком соответственно мы можем с вами делать акцент на детской косметике да на косметике для дома и так далее то есть это крайне важно делать с каждой целевой аудитории для того чтобы не ошибаться в том что вы можете ей предложить и так запоминаем сперва вы просто общаетесь на разные темы вы утепляете ваши отношения вспоминаете то что вас ранее вместе объединяло и только потом переходите уже к предложению и вновь мы помним то что сперва мы предлагаем с вами бизнес для того чтобы наш теплый круг узнал об этих возможностях если вдруг получаем отказ не стоит переживать далее мы предлагаем продукт и соответственно делаем акцию вернее делаем акцент на денежную акцию от компании и если вдруг мы вновь получаем отказ мы вновь не переживаем потому что у нас также есть отличный инструмент это наш каталог вы также можете предоставить ссылку на каталог либо если вы проживаете в одном городе при личной встрече передать его для ознакомления с ассортиментом и тогда уже когда человек посмотрит каталог это более вероятно что он сделает заказ теперь мы с вами перейдем к третьему кругу это те кто у нас находится в друзьях но мы с ними никогда не общались и возможно мы их даже просто не знаем эту категорию людей не стоит убирать ее также нужно обязательно брать в отработку каким образом вы можете с ними выстраивать диалог диалог может быть в легкой непринужденной форме например привет елена сейчас я чищу страницу свою и вижу то что вы находитесь у меня в друзьях вот что-то я не припомню а знакомы ли мы с вами или нет и дальше ваш ответ уже будет зависеть от ответа этого человека если она вам говорит то что да мы знакомы и напоминает вам да где же вы все-таки уже познакомились какое у вас было общение а бывает и такое что мы просто забываем про таких людей тогда здорово вы начинаете вспоминать утеплять контакт далее вы выявляете потребности и соответственно потом делаете предложение если же человек вам говорит то что нет мы с тобой не знакомы здесь конечно же отчаиваться и переживать совершенно не нужно ваша задача найти с этим человеком нечто общее например вы можете зайти на ее страницу в социальных сетях посмотреть возможно вы проживаете в одном городе либо возможно вы состоите в отдыхать в одних и тех же группах возможно у вас есть просто какие-то одинаковые интересы и далее продолжить беседу в легкой и непринужденной форме слушай елена я тут смотрю мы в одном городе проживаем но если мы уже с тобой в друзьях ну так давай тогда уже познакомимся и далее продолжать диалог вновь в легкой непринужденной форме рассказать немножечко о себе познакомиться с человеком узнать ее потребности и только тогда по простой схеме сделать ей предложение сперва вы делаете предложение о бизнесе далее вы делаете предложение если вдруг она отказывается на продукт и конечно же рассказываете про нашу денежную акцию от компании faberlic и если вдруг отказывается тогда вы просто даете ссылку на каталог для того чтобы человек ознакомился с ассортиментом нашей компании поверьте если у вас в друзьях есть как минимум хотя бы 100-500 таких друзей и вы качественно потратите свое время для их отработки у вас непременно будет очень хороший результат потому что статистика показывает то что с теплым кругом из 10 человек с удовольствием 5-6 заключают соглашение с компанией ну а уже если вы отрабатываете таким образом холодный круг да то есть тех людей с которыми вы не знакомы но они находятся ваших друзьях тогда статистика из 10 отработанных человек у вас будет приблизительно две-три регистрации то есть каждый день работая по такой технике вы можете с легкостью регистрировать несколько человек также хочу дать вам еще одну рекомендацию то что если вы ведете свои группы в социальных сетях например вконтакте допустим у вас есть группа что-то связанное с компанией фаберлик может быть отзывы может быть какие-то командные акции может быть еще что-то вы проводите и там у вас уже есть хорошее количество подписчиков вы также можете использовать этот инструмент для своей работы каким образом вы можете зайти в свою группу посмотреть всех подписчиков и этим подписчикам сделать некий опрос приведу вам пример простой опрос например вы посмотрели то что у вас есть некий человек зашли на его страницу увидели то что он не зарегистрирован в компании фаберлик то есть на его странице нет никакой информации до связанной с компанией нашей тогда вы можете ему сделать очень интересное предложение просто написав ему вы знаете вы находитесь в моей группе я являюсь модератором группы называете то есть пишите ее название как она у вас называется и далее задаете вопросы потому что мы для наших участников нашей группы для того чтобы она была еще интереснее чтобы мы вам давали ту информацию которая вам еще будет больше нравиться мы решили сделать такой опрос на выявление потребности если вам не сложно ответьте буквально на несколько вопросов вопрос номер один и далее вы уточняете те вопросы которые вам необходимо чтобы понять оформлен ли человек в компании фаберлик либо же нет и задаете вопрос вы знакомы с косметикой или с продукцией компании фаберлик это будет первый вопрос на который ваш человек вам дает ответ второй вопрос зарегистрированы ли вы в компании фаберлик и получаете ответ третий вопрос желаете ли вы принять участие в денежной акции от компании фаберлик и получить тысячу рублей в подарок на свой регистрационный номер, и вновь вы получаете ответ. И четвертый вопрос у вас может быть уже связан с выявлением потребности его в плане продукции, то есть вы можете задать вопрос, чем он пользуется в повседневной жизни, да, какой он использует косметику для дома и так далее. И соответственно, отвечая на эти четыре вопроса, вы получаете готовую практически анкету, где будете видеть, оформлен уже человек в компании, либо нет, интересует ли его денежная акция, либо нет, и сразу вы будете видеть, что же его интересует в плане продукции. И далее, после такого простого опроса, вы уже сможете приглашать этого человека для того, чтобы его зарегистрировать в компанию Faberlic и, конечно же, предложить ему замечательную акцию на 1000 рублей, от которой отказаться он просто не сможет. Вот такие вот замечательные инструменты по работе в социальных сетях. Не пропускайте свои социальные сети, потому что наверняка у многих из вас есть личные страницы и ВКонтакте, и в Одноклассниках, возможно, и в Инстаграм, возможно, и в Фейсбук. И соответственно, на каждой социальной страничке у вас абсолютно разное количество друзей, у вас абсолютно разная целевая аудитория. И пропускать, да, то есть отрабатывая одну только социальную сеть, а вторую пропуская, вы будете делать очень большую ошибку. Поэтому сперва вы можете отработать свои навыки на одной социальной сети, а потом смело переходить уже в другую, в третью, в четвертую и полностью отрабатывать всех своих друзей, которые находятся на вашей страничке в вашей социальной сети. Замечательный метод по рекрутингу, конечно же, используйте его. И для того, чтобы это все не прошло зря, я вам хочу задать небольшое домашнее задание. В чем же оно заключается? Выберите одну социальную сеть, которая вам комфортна, где вам очень нравится находиться и работать. И напишите, просто выберите 10 человек из ваших друзей и напишите им первые приветственные сообщения. Только ни в коем случае не делайте предложения сразу. Просто напишите, познакомиться, привет, давно с тобой не виделись, не общались. То есть запоминаем то, что наша самая задача сперва напомнить о себе, познакомиться с человеком, если мы его не знаем, потом далее выявить потребности и только с течением времени нам необходимо сделать предложение. И вот это и есть ваше домашнее задание. 10 человек нужно десятерым написать, завести диалог и дальше с этими людьми уже общаться до того момента, пока вы не сделаете ему свое бизнес-предложение. Надеюсь, что эта информация вам была полезна. Огромное спасибо за ваше внимание. Выполняйте задания, рекрутируйте и становитесь успешными вместе с компанией Фаберлик. Добрый день, друзья! Меня зовут Бела Цугутова, серебряный директор, город Владикавказ. Сегодня мы с вами разберем несколько методов рекрутирования на холодном рынке. Это методы, которые мы активно используем в своей команде. Я хочу рассказать о таком методе, как тестирование ароматов. Он многим вам знаком, но давайте разберем его более детально. Этот метод можно использовать как в маленькой группе команды от двух человек, так и в большой, где вы можете привлечь к этой работе уже новичков, людей, которые только начинают строить команды, работать, развиваться. И этим людям вы можете дать маленькие какие-то задания. То есть они могут стать одним из участников этого мероприятия. Итак, с чего начинается у нас тестирование? Это планирование. Мы собираем команду и обговариваем, какие действия будет выполнять. Какие инструменты нам понадобятся для этой работы? Прежде всего это промостойка. Четыре аромата, которые мы выбираем, самые востребованные с акции, то есть самые интересные предложения каталога. Четыре аромата могут быть два мужских, два женских. Также мы подготовим заранее печатный материал. Это мини-тестопросники, где будут указаны эти четыре аромата. Это будут блотеры либо ленточки, на которые мы будем наносить ароматы. Также вы можете подготовить анкету, мини-анкету для оформления интернет-магазина, потому что могут быть такие, которые уже у промостойки будут готовы оформить. Нам нужны будут, конечно, действующие каталоги, нужны будут пробники. И также мы должны будем подготовить листовки. Это будут купоны, которыми мы будем зазывать, приглашать участников к промостойке. На промостойке вы также можете повесить объявление, что это тестирование ароматов. Итак, подготовили мы все необходимые инструменты. Выходим на улицу. Два-три человека, если это большая команда, два-три человека, более опытные, или же вы можете поделить одного опытного и новичка, начинающего, для того, чтобы начинающий видел, как работать у промостойки и в следующий раз смог это уже проделать сам. На промостойке у нас лежат четыре аромата. Мини-тестопросника, анкета для оформления регистрации, действующие каталоги и корзина с пробниками. Остальные уходят раздавать купоны для приглашения к промостойке. Те, которые будут приглашать к промостойке, они могут проговаривать, поучаствуйте в тестировании ароматов. Когда люди подходят к промостойке, мы предлагаем поучаствовать в нашей акции. То есть, это акция для того, чтобы мы определили самые востребованные и интересные ароматы в нашей компании. И, конечно, мы проговариваем. Если аромат, который вы выбрали, наберет наибольшее количество голосов, мы обязательно вас пригласим на мероприятие, где вы сможете получить подарок и, конечно, состоится розыгрыш этих ароматов, которые участвовали в тестировании. Мы собираем таким образом контакты. Люди, которые подходят с купонами к промостойке, конечно же, обменивают этот купон. Мы им предлагаем выбрать из корзины любой пробник. Также мы им рассказываем, что они могут поучаствовать в тестировании и также получить следующий подарок, но уже на мероприятии. Собрали мы контакты. Мы можем провести такие мероприятия 2, 3, 4 дня подряд поработать, собрать наибольшее количество контактов и определить, в дальнейшем собраться командой и определить конкретный день и конкретную дату проведения мероприятия. Здесь, опять же, мы можем подключить наших начинающих, наших новичков, дать им задание. Кто-то из новичков будет встречать гостей, кто-то будет помогать заполнить тест-опросник гостя, анкету мы готовим заранее, анкета гостя и так далее. Вы можете подготовить мероприятие в разных форматах. Это может быть презентация косметики для дома всего лишь, для того, чтобы познакомить с этим сегментом. Вы можете подготовить более широкое, более масштабное мероприятие, где у вас будет знакомство и с уходом за кожей лица, и с Денос, и с Лоранж и так далее. То есть это уже на ваше усмотрение, в каком формате вы хотите провести это мероприятие. Конечно, все участники тестирования, которые будут приходить, они обязательно будут заполнять анкету гостя, где будут уже следующие вопросы. Знаете ли вы компанию Фаберлик? Пользовались ли вы продукцией Фаберлик? Что вас интересует? Уход за лицом, за кожей лица, уход за руками и так далее. Вы можете указать разные вопросы, которые в дальнейшем, ответы на эти вопросы в дальнейшем опять же вам помогут. Вы сможете в дальнейшем этих людей пригласить, например, на мастер-класс по уходу за лицом. Вы можете позвонить и сказать, вы участвовали в тестировании, вы указали, что вы хотели бы узнать подробнее об уходе за кожей лица и так далее. И, конечно, будет вопрос задан, имеете ли вы интернет-магазин? Хотели бы вы получить интернет-магазин, на счету которого уже есть 1000 рублей на первые покупки в компании? Если человек отвечает «да», то следующий шаг заполняет анкету, то есть где указывает фамилию, имя, необходимые данные для оформления, для регистрации. Таким образом, вы получаете новичка, с которым вы дальше обговариваете условия выполнения акции. Вы объясняете, что нужно сделать покупку от 2000, для того, чтобы списалось 1000 рублей. Таким образом, мы учим новичков работать в команде, мы показываем, какие действия нужны, то есть они слышат, видят, наблюдают, и через 2-3 таких мероприятия они смогут уже самостоятельно работать. Следующий метод – это лотерея, лотерейные билеты. То есть я хочу рассказать об этом методе более коротко, потому что это похоже, но здесь мы тестирование не проводим. Вы можете объединить эти два метода, какой-то из дней, то есть когда вы знаете определенную дату и время проведения вот этого масштабного мероприятия после тестирования, вы можете еще раз дать лотерейные билеты, где вы указываете точную дату и время, адрес, где будет проводиться мероприятие, и маленькая оговорочка. Вы можете написать, что консультанты компании не участвуют в данной акции. Обязательно на лотерейном билете укажите номер контакта телефона консультанта, который раздавал эту листовку. Таким образом вы объединяете, то есть собираете наибольшее количество людей на такие мероприятия, и опять же ваши новички могут раздать листовки со своим номером телефона, и таким образом получить уже в команду новых консультантов. Вы проводите мероприятия, знакомитесь с продукцией и получаете новых консультантов, с которыми в дальнейшем можете работать. Есть еще один метод, который мы любим в нашей команде. Не раз проводили эти все методы, дали нам рост, дали развитие, да, и также в этих методах участвовали наши новички, с удовольствием участвовали. Такой метод, как конкурс детского рисунка. Здесь нужно подготовить шаблон «Мой уютный дом». Мы поручаем нашему новичку, то есть девочки наши, которые новенькие, которые сделали первый, второй заказ, да, вышли на 3%, они с удовольствием участвуют в этих мероприятиях. Много мамочек, у которых дети ходят в детский сад, или же подруга, у которой ходят дети в детский сад, да. То есть вы можете спросить, есть ли в вашем окружении знакомые, у кого дети посещают детский сад. Если да, то предложите поучаствовать вот в таком конкурсе рисунка. То есть мы распечатываем эти шаблоны, отдаем новичку, и она уже в свою очередь приносит в детский сад и предлагает, что в офисе, в котором она обслуживается, официальное представительство компании, в рамках официального представительства компании проводится данное мероприятие, данная акция, конкурс детского рисунка. Что происходит? Она раздает эти шаблоны, дети рисуют, как видят свой дом, да, свой уютный дом. Через несколько дней она собирает эти рисунки. На этих шаблонах мы, опять же, обязательно указываем имя ребенка, то есть мама вместе с мамой, это домой раздаются шаблоны, вместе с мамой ребенок рисует, указывается имя, фамилия ребенка и обязательно номер телефона мамы. То есть это делается уже с участием родителей, родители в курсе, что мероприятие такое проводится. Дальше мы собираем эти шаблоны, определяем время и маленькими группами проводим такие мини-мероприятия. Звоним маме и говорим, ваш ребенок участвовал в таком-то конкурсе рисунка, приглашаем вас на вручение подарка. Здесь, конечно, нам нужно подготовить детские подарки. Вы можете по каталогу выбрать что-то по более выгодной стоимости. Бывают распродажи, где детские зубные пасты и так далее можно приобрести. Здесь могут участвовать, опять же, ваши новички. Вы приобретаете эти наборы, а для мамы вы можете подготовить набор пробных образцов, чтобы мама тоже могла попробовать продукцию компании. Опять же, когда вы проводите мероприятие, что нужно? Во-первых, вы приготовили рисунки, развесили рисунки, приготовили шарики, приготовили место для детей и ваши новички в период, когда вы будете проводить презентацию, знакомство с компанией, то есть презентация косметики для дома, либо еще какое-то мероприятие, ваши новички развлекают, так скажем, детей. Рисуют, собирают мозаику, то есть можно увлечь детей чем угодно. Когда вы мамам рассказали участие в акции, какие условия, какие предложения, какие возможности, дальше вы переходите к награждению детей. Вы вызываете каждого ребенка, рассказываете об его рисунке, хвалите его, вручаете ему подарок и, конечно, наш шарик, где написано «Фаберлик». Таким образом, вы можете, то есть на тест-опросниках, тест гостя, опросник гостя, там, то, что я уже рассказала, отвечают мамы на вопросы, а на обратной стороне вы можете указать участники следующей акции. То есть здесь мама уже оставляет контакты своих знакомых, не обязательно на детское мероприятие, своих подруг, знакомых, и дальше вы можете работать, продолжать работать уже с ними. Желаю вам большого роста, желаю вам больших достижений, использовать активно, плодотворно все эти методы и достичь самых высоких результатов. Всего доброго! Приветствую вас, уважаемые партнеры! С вами Оксана Богданович, и сейчас я с вами поделюсь своим инструментом по рекрутингу, как с помощью 1000 рублей подарок можно приглашать людей на бизнес. Когда-то в компании я изменила свою жизнь, меняю сейчас и вижу перспективы для роста в дальнейшем. Я даже подумать не могла, что моя жизнь будет такой яркой и интересной. Сейчас я считаю миссией помогать женщинам, таким же, как и я, изменить свою жизнь, стать финансово независимыми, больше времени проводить со своими родными и близкими, работать дома, в комфортных условиях, создать свой собственный современный бизнес. И сейчас я расскажу вам, как я это делаю. Какая существует проблема? Проблема в том, что многие женщины, из-за того, что у них не хватает времени на себя, не хватает времени на свою семью, не хватает денег, они чувствуют себя несчастными. И в семье именно по этим причинам чаще всего возникают конфликты. Мы же предлагаем женщинам эту проблему решить. Каким образом? Создать свой собственный современный бизнес. Почему современный? Я думаю, что вы знаете, многие профессии сейчас умирают. И через несколько лет многих профессий, которые есть сейчас, их уже не будет. Потому что их заменят роботы, автоматика. Наша же профессия минимум 20 лет еще будет на рынке. Потому что то, что делаем мы, это могут сделать только люди. Это нельзя сделать автоматически. Поэтому мы предлагаем именно современный бизнес. Вы знаете, что Фаберлик вступил в цифровой мир. И это тоже радует, потому что сегодня, если твоего бизнеса нет в интернете, значит, у тебя нет бизнеса. Мы же предлагаем тот бизнес, который является современным, который можно ввести из дома, либо с любой точки мира. И как же я это делаю? Я провожу прямые эфиры, провожу вебинары, записываю видео, также веду работу в телеграм-канале. Я показываю свою историю, как я когда-то изменила жизнь. И предлагаю женщинам, таким же, как и я, поменять ее. И, конечно же, я предлагаю свою систему работы, что если они подключаются, я им всячески буду помогать. Ну а сейчас поподробнее. Как проводится прямой эфир и как именно использовать акцию? Перед тем, как вы будете либо видео записывать, либо прямые эфиры, либо в принципе использовать акцию 1000 рублей для приглашения людей в бизнес, вы должны понимать, что акция 1000 рублей – это не просто денежный бонус, это мощнейший инструмент рекрутинга, потому что сейчас на людей обваливается огромное количество рекламы, множество компаний, множество товаров, разнообразная реклама. И нам нужно быть конкурентоспособными, чтобы мы могли нашим клиентам предложить более выгодные условия. Поэтому мы акцию используем именно как инструмент рекрутинга для построения бизнеса. Каким образом это происходит? Приведу на примере прямого эфира. То есть заранее оповещается ваша целевая аудитория, она, конечно же, выбирается заранее о том, что будет проходить прямой эфир. Моя целевая аудитория, вернее, одна из них – это женщины, которые хотят изменить свою жизнь. Женщины, которые устали ходить на работу по графику, которые чувствуют себя несчастными, но и в то же время у которых есть надежда, что их жизнь изменится, что они смогут больше времени проводить со своими детьми, что они смогут путешествовать, что они смогут реализовать все свои цели, которые у них есть. Поэтому я для своей целевой аудитории прописываю контент. Это может и текстовый формат, это и видео, это и фото. И я показываю, что каждый может изменить свою жизнь. Показываю им это на личном примере. Поэтому, когда я провожу прямой эфир, изначально я исхожу из проблемы, что вот существует такая проблема. Далее я рассказываю о том, что эту проблему можно решить. И я показываю, как я это сделала, то есть рассказываю свою историю. Далее я рассказываю о том, что так как это новая профессия, у нас есть готовая система работы, куда приходит новый консультант, и он сразу может внедрить уже готовые скрипты, уже готовые шаблоны, и сразу приступить к работе. Но мы знаем, что для того, чтобы создать бизнес в сетевой компании, нам необходимы люди. Мы должны приглашать наибольшее количество людей. Для того, чтобы эти люди к нам пришли, нам нужно предложить для них выгодные условия. И здесь мы используем наш инструмент рекрутинга. Нашу акцию «1000 рублей в подарок». Мы рассказываем нашим бизнес-партнерам, что с помощью этой акции к вам люди будут сами присоединяться, потому что даже сейчас, даже пока вы еще не строите бизнес, у вас уже есть круг знакомых, которым вы можете предложить по нашим готовым шаблонам. Они присоединятся в вашу группу, и вы уже сможете начать бизнес. С чем мы сталкиваемся, когда приглашаем людей на бизнес через интернет, через прямые эфиры, через вебинары, которые проводятся, именно продажные, с тем, что чаще всего, конечно же, люди не верят. Бывает такое, что люди пробовали, у них остался какой-то отрицательный опыт, у них остались какие-то негативные эмоции. Поэтому мы рассказываем им о том, что мы предлагаем систему без продаж. Мы предлагаем систему, где вы будете потребителем продукции, и вы сможете именно выстраивать свой бизнес. Это современная система. И, возможно, вы сталкивались с этим раньше, но сейчас все по-новому, потому что Фаберлик развивается. Фаберлик вступила в цифровой мир, и сейчас мы уже умеем работать дома в интернете. Поэтому мы прорабатываем возражения, которые есть у людей, и если человек изъявляет желание, мы, конечно же, с ним уже переходим в личку, в личное сообщение, лучше всего у мессенджера, и начинаем с ним уже вести беседу, рассказывать преимущества, рассказывать подробности, и, конечно же, говорим о том, что от нас будет вся необходимая помощь для того, чтобы человек смог построить свой бизнес. Также, когда человек регистрируется, мы ему говорим о том, об ответственности, то, что мы за него работу делать не будем, у него должно быть жгучее желание. Поэтому смотрите, не уговаривайте людей, наоборот, создавайте свою команду с тех людей, которые именно будут вам по душе, у которых вы будете чувствовать вот этот огонек, что они тоже хотят изменить свою жизнь, что они тоже хотят создать свой собственный, современный бизнес с нашей компанией. И только в том случае приглашайте людей. Ведь вы же не берете всех подряд на работу, вы выбираете лучше, с кем вам будет именно комфортно работать. Таким образом, мы переводим человека к регистрации. После регистрации очень важно, чтобы эту работу проделать было правильно. Мы ему рекомендуем, во-первых, сделать первый заказ и использовать свой подарок 1000 рублей на заказ. Когда он использовал, и он почувствовал разницу, он почувствовал, сколько продукции он получил всего за 1000 рублей, мы приглашаем ему сразу же рассказать об этой акции своим родным и знакомым. И он сам не понимает того, насколько быстро у него начнет строиться структура. Потому что его окружение, возможно, еще об этой акции выгодно не знает. И когда мы приглашаем людей в бизнес, мы должны, конечно же, говорить о тех инструментах, которые мы им предлагаем. Наш самый главный инструмент, это наша акция сейчас 1000 рублей в подарок. В дальнейшем, это стартовые накопительные программы, которые созданы для удержания потребителей в наших структурах. Поэтому на прямом эфире в основном именно рассказывается история. Я этот метод практикую, он у меня дает хорошие результаты, потому что люди видят меня, я им показываю свои фотографии, когда я пришла в компанию. Они видят, как я сама изменилась, как изменилась моя жизнь. И, конечно же, им тоже хочется изменить и свою. Поэтому на таком примере. Также есть опыт именно проведения прямого эфира с мастер-класса. Когда показывается, например, количество продукции, которое можно купить на 2000, и мы говорим о том, что клиент может приобрести это всего за 1000, потому что вторую 1000 ему дарит компания. И я провожу мастер-класс, сразу рассказывая о нашей продукции. То есть в прямом эфире проводится мастер-класс. Я рассказываю, как правильно ухаживать за кожей, для чего нужно обязательно очищение кожи, затем тонизирование, как правильно подобрать уход по типам кожи, что такое дополнительный уход, как правильно использовать сыворотки, сколько раз в неделю нужно наносить маски. Казалось бы, простые вещи, но об этом многие не знают. И я показываю то, что нужно любой женщине. Я показываю этот набор. И говорю о том, что его можно приобрести всего за 1000 рублей, потому что 1000 дарит компания. И люди после этого прямого эфира, когда они знакомятся с продукцией, они, конечно же, регистрируются вначале для себя. Но мы им сразу же предлагаем, что в нашей компании есть возможность построения бизнеса. И вы можете сейчас эту акцию рассказать своим родным, знакомым. Вы можете разместить ее в соцсетях. Для того, чтобы размещать в соцсетях, в каждый каталог я делаю яркие, красивые картинки. Я сделала фотосессию. И сделала именно картинки, где я показываю радостное. Вау, да, что вот 1000 рублей и что я дарю. Это же классно, да, когда вы можете сказать, да, что вы дарите деньги, если человек присоединяется в вашу компанию, если он сразу регистрируется. Также приглашаем на вебинары. Когда люди собираются в вебинарной комнате, мы презентуем им именно бизнес и показываем возможности именно акции 1000 рублей в подарок для приглашения новых партнеров. Потому что люди хотят свой современный бизнес, но основная причина по тому опросу, который я проводила, они бы хотели, но они боятся. Когда мне люди отказывают, я всегда прошу их написать причину и даю список из предложенных. И самое частое я бы хотела, но мне кажется, у меня не получится. И так думают многие. Поэтому мы на вебинарах полностью разбираем все возражения, которые бывают. Мы показываем преимущества компании. И мы показываем, что когда есть такой инструмент, как сейчас наша акция, очень легко приглашать людей именно в бизнес. Потому что, конечно, там сейчас много мы приглашаем потребителей. Но я увидела в этой акции такой вот мощный инструмент. И я пошла через личную историю. То есть я предлагаю женщинам изменить свою жизнь. Потому что если мы будем просто делать прямую рекламу, это людям очень сильно надоедает. Потому что очень много рекламы, очень много предложений. А если же мы рассказываем свою личную историю, показываем свою частичку жизни, рассказываем о том, как она у нас изменилась, и самое главное, рассказываем о своих неудачах, что у нас не получалось. Потому что когда человек сейчас видит вас, такого успешного, у которого все получилось, ему кажется, конечно же, что он так не сможет. Но мы показываем не только свой личный пример. Мы показываем пример лидеров, которые пришли к нам и тоже ничего не умели, но в дальнейшем достигли. Поэтому, когда человек попадает к нам в команду, он сразу видит, что в команде есть разные люди. Есть лидеры, которые уже директора, у которых все получилось. А есть только те, кто так же, как и он, начинают действовать. Поэтому эта акция очень выгодный инструмент для рекрутинга. Я вам рекомендую ее использовать. Возможно, вы уже являетесь лидером, и у вас уже есть опыт, и вы на свою систему работы, уже именно к своей системе работы, вы применяете эту акцию. А возможно, вы только новичок, и еще не уверен, что у вас что-то получится. Попросите у своего наставника, чтобы он вам дал скрипты разговоров. И быстрее, пока действует акция, шестую, седьмую, восьмую, девятую компанию предлагайте. Обязательно, когда приглашаете на бизнес, вы должны показать человеку бизнес-план. Правильно? Бизнес-план его роста. Когда он достигнет результата. Потому что этот бизнес, он своеобразный. Если на работе мы знаем четкие графики, когда напреки, что сделать, то здесь мы его не знаем. И, конечно же, когда человек еще не привык работать в сетевом бизнесе, он в первую очередь делает домашние дела, а потом, когда осталось время, начинает делать именно свой бизнес. А нужно научить человека расставлять приоритеты. Планировать свое время так, чтобы использовать его по максимуму, именно для проработки этой акции. И это нужно сказать не один раз. Это должно проговариваться команде постоянно. Пока ваш новичок к этому не привыкнет. Поэтому ему нужно дать примерный бизнес-план. Сколько ему человек необходимо пригласить в каталог? Как их вывести на заказ? Сколько он получит именно прироста? И он, если он после первого торгового каталога, он уже увидит результат, он дальше будет продвигаться, будет приглашать других людей. И если он этого результата не получит, то, как показывает практика, потом он уже не включится никогда. Поэтому у вас есть вот именно первые минуты, чтобы, во-первых, найти нового партнера, к себе в бизнесе, и, во-вторых, научить его сразу же работать с этой акцией. Если вы научитесь применять этот метод рекрутинга, то есть продвигать предложение бизнеса через акцию 1000 рублей в подарок, то есть именно как мощный инструмент для построения бизнеса, ваша структура будет расти. Я уверена, что у каждого из вас есть ваша история. И даже если вы еще не директор, но вы могли уже хотя бы чуть-чуть изменить свою жизнь, показывайте свои результаты. К вам придут именно ваши люди. Не переживайте, людей всем хватит. К вам придут ваши люди, которым с вами именно будет работать комфортно и захотят выстроить этот бизнес. Мне хочется пожелать всем вам, чтобы вы верили, верили в наш бизнес, верили в компанию. И вот эти 4 каталога, которые у нас уже есть гарантированно, использовали по максимуму для роста. И, возможно, в Москве на сцене, когда будут поздравлять директоров, появится еще больше новых звездочек. Восхищайтесь своим результатом. Благодарите себя. Это очень важно. Держите связь со своим наставником, потому что он заинтересован в вашем росте, и он с удовольствием вам поможет. И не забывайте всегда в прямых эфирах, в записи вебинара, всегда говорить о том, какие шикарные возможности предлагает компания. С помощью ее инструментов мы можем выстроить свой собственный, современный бизнес, который будет нам обеспечивать ту жизнь, о которой вы и мы мечтали. С вами была Оксана Богданович. Я с вами прощаюсь. И желаю вам, чтобы вы по максимуму внедрили эту акцию, и чтобы к вам пришли новые партнеры в вашу команду, которые в дальнейшем станут драгоценными директорами. Всего хорошего. До новых встреч. Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Сычика Александра, я старший директор компании Faberlic в Уральском регионе. И сегодня я с вами хочу поделиться теми способами рекрутинга, которые использую в своей работе. Я в компании больше трех лет, и все три года я нахожусь в активной рекрутинговой позиции, чему учу своих новых консультантов. Ну и основной способ, который я использую, это флешмобы, анкетирование, соцопросы. Эти способы массового рекрутинга гарантируют вам быстрый рост, быстрое, устойчивое создание базы, которая в дальнейшем будет для вас золотым списком, которую в дальнейшем вы всегда можете отрабатывать до бесконечности. Какие материалы я использую в работе? Во-первых, это, конечно, промостойка. Обязательно наличие пробников парфюмированной продукции, а также продукции домашней, уходовой, каталоги новые, старые, а также листовки и сами анкеты. Вот такие вот листовки я использую в своей работе, печатаю сама на тонкой бумаге глянцевой. Текст всегда разный, картинки разные, потому что стараюсь, чтобы эти информационные листочки соответствовали тем акциям, которые запускает компания. А также вот таким образом оформляю старые каталоги. Также фиксирую на них листовку с нужной акцией, своими данными контактами, ну и обязательно подписываю каталог своими телефонами, и как можно со мной еще связаться. Так вот, выбираем место, желательно командой выходить на такие акции, хотя можно и по одному, по двое, но в команде всегда лучше и веселее, и не так страшно новым лидерам. Выбрав место, день, зарядившись хорошим настроением, выходим на улицу, раздаем проходящим людям листовки и каталоги, а также приглашаем протестировать и оценить наши новинки, наши ароматы. При этом, при всем, абсолютно каждому мы рассказываем про акцию в тысячу рублей. Дело остается за малым, просто взять у человека контакты. Ну и еще один вариант. Мы предлагаем просто, без уже наличия промо-стойки, заполнить человеку анкету. То есть, анкету можете выходить самостоятельно, можете вдвоем, также втроем, разойтись по какой-то территории парка, возможно, около какого-то торгового центра, и предложить проходящим людям просто ответить на простые шесть вопросов, которые уже заведомо предполагают ответ «да» или «нет». Первый вопрос звучит так. Знакомы ли вы с компанией «Фабиролек»? Вы сами понимаете, ответ возможен «да», возможно «нет». Дальше я спрашиваю, опробовали ли вы что-то из продукции «Фабиролек»? Ну, соответственно, если человек на первый вопрос ответил «да», он согласится и расскажет, что когда-то, возможно, где-то получал в подарок, возможно, где-то у какой-то подруги тестировал что-то. Если нет, то нет. Дальше мы продолжаем свою анкету, задавая такие вопросы, как ваш номер телефона, ваше имя, фамилия, ваш адрес и ваша дата рождения. То есть те вопросы, которые необходимы для регистрации нового консультанта, для оформления ему и создания личного кабинета. А потом остается дело за малым. Просто человеку рассказать, что он получает в подарок тысячу рублей на оплату своего заказа. Причем мы сразу же можем буквально сделать двухминутную презентацию, рассказать о тех акциях, которые сейчас в каталоге наиболее актуальны. А если у вас с собой еще есть проводник парфюма, то я, например, сейчас очень активно предлагаю парфюмированную воду в пределах тысячи рублей, говоря, вы покупаете одну, вторая вам достается бесплатно, потому что акция в тысячи рублей оплатит и перекроет стоимость второй туалетной воды. Людям это очень нравится, потому что халяву любят все, и никто не против от того, чтобы вместо одной туалетной воды получить две. Может быть и для себя, а может быть для кого-то из своих близких это будет хорошим подарком. Чем же хороши эти флешмобы и анкетирование? А тем, что помимо увеличения структуры вы еще проводите обучение новых лидеров. Причем на практике, практическому рекрутингу, потому что очень много вопросов можно разбирать в теории, но практика даст такой толчок человеку, который с легкостью его может поднять и по ступенькам маркетинга плана. Также мы учим новых лидеров в работе с возражениями, с преодолением каких-то внутренних страхов. И когда это все происходит в команде, это еще происходит очень весело и интересно. Что советую лидерам в этих случаях, организаторам этих таких мероприятий, флешмобов, делайте обязательно какие-то рейтинги, делайте какие-то соревнования, выставляйте какой-то приз, потому что людей это будет дополнительно мотивировать и стимулировать на то, чтобы они начинали преодолевать всякие сомнения и двигаться к своим целям более уверенно. Очень хорошо, помимо роста структуры, такие мероприятия объединяют команду, сплачивают ее, ну и, соответственно, рост друг друга тоже является дополнительной мотивацией для новых лидеров и новых ваших потенциальных бизнес-партнеров. Следующим этапом после проведения флешмоба у нас идет обязательно отработка контактов, тех, которых мы собрали в течение дня на улице. И я всегда говорю, обязательно обзваниваем те контакты, которые мы получили в этот же день. Это залог успеха, потому что, ну вот так устроен человеческий мозг, мы помним то, что получили совсем недавно. И если эта информация у нас откладывается на несколько неопределенный срок, она утрачивает свою актуальность. Поэтому, что называется, горяча ложка к обеду обзваниваем в этот же день. И обязательно договариваемся с человеком, помимо того, что мы оформляем ему доступ в личный кабинет, мы обязательно договариваемся, когда мы будем делать заказ. Это очень важный момент. Да, не все могут сразу сориентироваться, потому что наш каталог прям пестрит всевозможными товарами. Поэтому человеку иногда нужно время, чтобы с ними познакомиться. Для этого мы стараемся всегда нового покупателя завести в новичковый чат, где он может получить нужную ему информацию о товаре, о каких-то акциях, которые ему еще не совсем понятны. Также, договорившись, на какой определенный день, мы потом созваниваемся. Разговор у нас идет по скрипту, и этот скрипт есть у каждого из наших лидеров. Но в процессе работы каждый из них может уже этот скрипт доработать до под себя, точнее сказать, под свой речевой оборот, под свой способ и метод, который ему будет легче в изложении информации новому человеку. Ну и бывают такие ситуации, когда человек, ответив на телефон, говорит, нет, я не готов, я еще не хочу делать заказ. Тогда мы снова переносим, объясняя это тем, чтобы мы вас лишний раз не беспокоили, и наше время попусту не тратилось. Давайте обговорим с вами другую дату. И, как правило, бывает, что и два, и три раза мы перекладываем оформление заказа, но, тем не менее, все равно добиваемся цели, потому что, действительно, то предложение, которое сейчас, оно просто бомбическое. И люди сейчас не так долго раздумывают над тем, чтобы сделать заказ. Еще не могу не сказать о том, что в зимний период мы занимаемся тем, что обрабатываем старые удаленные контакты. Вы представляете, за три года у меня собралась колоссальная база тех людей, которые просто почему-то удалились. Я называю это золотым списком. Причем этот список свой я делю между своими лидерами растущими и также раздаю им скрипт того разговора, по которому они общаются с вот этими удаленными консультантами. Скрипт звучит очень просто. Сейчас я вам его наговорю. Добрый день, меня зовут Александра, я сотрудник компании «Фаберлик». Вы какое-то время были у нас зарегистрированы, даже делали заказы, но вот, к сожалению, почему-то удалились. Могу ли я у вас узнать, в чем причина? И, как правило, люди с удовольствием не отвечают. Вы знаете, очень высок процент того, что люди говорят «я потеряла порой», «у меня сломался компьютер». А бывают и такие случаи, когда человек просто набрался продукции и в течение полугода не смог ее всю использовать. А когда использовал, попытался зайти, и уже номер оказался ему недоступен. Поэтому люди с удовольствием регистрируются, тем более, что если я после этого им говорю, о нашей акции в тысячи рублей. И сейчас это тоже тот навык, который очень хорошо осваивают мои новые лидеры. Потому что я точно знаю, что после отработки вот этих удаленных контактов, любой телефон, попавший им в руки, может быть потенциальным их консультантом. Потому что сама теперь уже на незнакомые номера очень хорошо реагирую. И, естественно, довожу человека до регистрации. Обязательно с заказом. И немножко поделюсь с вами своим опытом, который у меня был совсем недавно. Звоню на телефон, отвечаю трубку мужчина. И я ему-то как даже сначала не ожидала, потому что я предполагала женщину, и говорю, алло, а можно услышать вашу жену? И мужчина говорит, да, конечно, можно, она рядом. Тут я быстренько успеваю сказать, подскажите, а как ее зовут? Он говорит, Ксения. Я говорю, хорошо. И когда уже трубочку берет Ксения, я к ней обращаюсь по имени. Соответственно, доверия у человека ко мне сразу больше. И этот человек, безусловно, делает у меня регистрацию и, соответственно, заказ. Потому что я поздравляю с тем, что компания Фаберлик выбрала этот номер и подарила ему тысячу рублей в подарок. Был еще такой случай, когда телефон взяла девушка, совсем не та, которой я звонила. Но при этом, при всем, видимо, старый номер был у нее удален, этот телефон уже передали новому оператору, новому человеку. После чего она также у меня легко зарегистрировалась, потому что узнала, что именно этому номеру положено тысяча рублей в подарок на покупки в компании Фаберлик. Поэтому все очень просто, если это делать. Что я вам всем хочу посоветовать? Сейчас начинается великолепное время. Тепла, солнца и рекрутинга. Обязательно запланируйте на ближайшее время флешмобы. Обязательно используйте старые каталоги. Не даже не думайте их выбрасывать. Наклейте на них листовки с акцией. И пока тысячу рублей дарит компания Фаберлик, обязательно воспользуйтесь этим предложением. Вы просто удивитесь, насколько вы сможете увеличить свою структуру за этот летний период. А зимой у вас будет чем заняться, потому что удаленные контакты – это тоже контакты, которые можно будет обрабатывать до бесконечности. Всего вам доброго! Спасибо за внимание! Подписывайтесь на мой инстаграм. И если у вас будут вопросы по этому видео, пишите мне в директ, и буду всегда рада вам ответить. Коллеги, здравствуйте! Меня зовут Светлана Мельникова. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сопровождать наших новых клиентов, которых мы приглашаем на беспрецедентную акцию компании Фаберлик – тысячу рублей в подарок на оплату первого заказа. Согласитесь, очень важно, когда мы строим дом, подумать о фундаменте. Так вот, фундаментом для любого сетевого бизнеса является первая основная группа потребителей, из которой, в общем-то, и складывается наш с вами бизнес в самом начале. И очень важно, приглашая новых людей, не просто постоянно заниматься рекрутингом, а делать из этих новых клиентов своих лояльных покупателей. Ведь это постоянный наш оборот личной группы. Очень важно сделать из каждого клиента лояльного покупателя. Я сегодня постараюсь вам рассказать стратегию по созданию лояльной клиентской базы. Итак, с чего мы начинаем? Очень-очень важно при приглашении людей на акцию в тысячу рублей рассказать им о возможности использовать эту тысячу. Рекрутируйте вы любым способом – через холодные контакты, через теплый круг общения, через интернет, неважно. Расскажите в первую очередь новому клиенту, что вы его личный помощник, и что по любому вопросу он может к вам обратиться. Покажите ему каналы коммуникации, через которые, возможно, связь с вами. Сегодня люди очень любят общаться в мессенджерах. Расскажите, какие мессенджеры у вас есть, а лучше пусть у вас будут все мессенджеры, самые популярные в вашем регионе. Далее не забудьте рассказать клиенту, как ему настроить его личный кабинет на сайте компании «Фаберлик». Это очень важно. Для нас это привычный сайт. Для нового клиента – это новое место, куда он попадает впервые. Пожалуйста, помогите ему через видеоролики или через скриншоты понять, где и что расположено на сайте, и что принципиально важно настроить в первую очередь. Например, место получения заказа. Расскажите, как сделать эту точку по умолчанию, чтобы в дальнейшем не выбирать его вновь. Далее обязательно расскажите, что промо 1000 рублей списывается автоматически при утверждении заказа. Каждый раз в каждой стране. Это может быть разная сумма, но в России, например, 1000 рублей списывается автоматически при утверждении заказа в 2000 рублей. Сакцентируйте на этом внимание, потому что очень часто новички не видят до самого последнего шага, где их подарочные деньги. Пожалуйста, покажите им, что вы помогаете им еще до возникновения у них вопросов. Далее расскажите новому клиенту, что ему за первый заказ в шестом каталоге можно получить еще не только 1000 рублей, но и подарок. Для этого есть дополнительные условия. Сумма в 2500 рублей на первый заказ, два подарка – 1000 и порошок стиральный в подарок. Великолепно, согласитесь! Покажите клиенту, что если бы покупать этот порошок, то он бы обошелся ему вот в такие-то деньги. Покажите ему цену каталога. А сейчас за заказ на 2500 нужных, важных в доме вещей он получает этот порошок в подарок. Хорошая акция, но тогда, когда мы акцентируем на ней внимание. Еще акцентируйте внимание клиентов на том, что компания Фаберлик – это не просто косметическая компания. Предложите клиенту первые несколько вариантов наполнения корзин. Пусть в вашей корзине, например, будут уходовые средства по уходу за лицом. Пусть в вашей корзине, в примере вашем, будут средства гигиены. Пусть в этой корзине, которую вы показываете как пример, будут и средства по уходу за домом. Минимум три категории товаров, предлагая клиентам, вы удивитесь, 80-90% наполненных новичками корзин будут состоять из ваших рекомендаций. Мы это уже неоднократно проверили. Далее, клиент выполнил условия первого шага. Первого шага стартовой программы. Конечно, поздравьте его с этим. Пусть у вас будет уже заготовлено несколько готовых шаблонов с поздравлениями и с картинкой на тот подарок, который сейчас действует или который он выиграл. Дальше будут вторые, третьи, четвертые шаги. Как сделать так, чтобы клиент шел по стартовой программе, я вам обязательно расскажу. Покажите ему это все в картинках, отправьте ему в мессенджер поздравления, отправьте ему в мессенджер описания того порошка, который он получает в шестом каталоге. Прекрасно! Клиент обязательно захочет его забрать. Очень важно рассказать при этом клиенту, как забрать подарок за первый шаг стартовой программы. Потому что вы же прекрасно знаете, что есть нюансы. Но это знаем мы с вами. Клиент может думать, что это все сложится ему в корзину автоматически. Отправьте ему скриншот с той самой строкой «Первый шаг, подарок за первый шаг по стартовой программе». Это ведь не сложно. Вместе с поздравлением и описанием про стиральный порошок. Я сейчас вам говорю про стиральный порошок, но вы помните, наверное, и догадываетесь, что в седьмом каталоге у вас будут другие условия первого шага, в восьмом другие, в девятом еще новые условия. Поэтому просто меняйте. Но создайте, пожалуйста, папку со всеми шагами и предложениями. Первый, второй, третий, пятый, девятый шаг стартовой программы. Создайте папку и положите ее под рукой. Я пользуюсь облачными хранилищами. И для многих не секрет, я часто об этом говорю. У меня всегда под рукой все необходимые мне картинки и инструкции для новых клиентов. И даже я где-нибудь нахожусь за рулем, может быть, в дороге, может быть, на встрече. Ни один из новичков не заставит меня врасплох своим вопросом. Потому что это очень удобно. Зашел в папку, достал картинку и отправил человеку. Поздравил его. Рассказал ему про то, какой ждет его следующий подарок. И так далее, и так далее, и так далее. И поверьте, когда мы каждый раз, каждый каталог, начинаем новый каталог с поздравления новичков, с прошедшим очередным шагом по стартовой программе, когда мы рассказываем им, какой следующий подарок его сегодня ждет. Вот у меня буквально сегодня был случай, когда новичок выполняет второй шаг стартовой программы. И я так красиво и вкусно рассказала ей про три свежайших, красивейших, новых, трендовых парфюма, что ей очень захотелось их получить. И она вместо двух тысяч оформила заказ на 2 700. Великолепно. И сказала мне огромное спасибо, что ей три замечательных парфюма достанутся дешевле, чем 300 рублей. Это очень окрыляет. И эта стратегия взаимодействия с новыми клиентами обязательно приносит свои плоды. Люди хотят получать эти удивительные подарки за такие, согласитесь, смешные деньги. Даже если новичок идет по стартовой программе за набор 299 рублей. Если его вкусно подать, если красиво, правильно, грамотно описать все достоинства того или иного товара, а все товары у нас с вами уникальные, то новичок всегда хочет его получить дешевле, чем он стоит по каталогу. Лайфхак. Так, описывая товары, всегда показывайте, сколько они стоят в действующем каталоге и за сколько может новичок их получить, покупая для себя на 2500 минимум нужных вещей. Очень полезно. Так продолжим. Прошел второй шаг, поздравьте. Прошел третий шаг, поздравьте. Четвертый, пятый, восьмой. Я всегда довожу эту историю до девятого шага стартовой программы. Но, начиная уже со второго или третьего каталога, я внимательно смотрю предыдущие заказы новичков, я начинаю рассказывать, в зависимости от того, как охотно идет новичок ко мне на общение, я начинаю ему рассказывать про бонусные накопительные баллы по программе Фаберлик Клуб. И если я вижу, что у новичка за первые два заказа образовалось 30 и более баллов, он делает, например, большие заказы по 2500 рублей, я уже могу на итоге второго шага начать ему рассказывать про Фаберлик Клуб, про накопительную программу. И это на самом деле очень нравится клиентам. Когда вы конкретно говорите о том, что у него 30 баллов и он может 6 масок себе взять по 5, или 2 геля для душа, или 2 шампуня, бесплатно. Очень нравится клиентам. Начинайте рассказывать тогда, когда клиент может взять не один подарок, а два или более. Тогда клиент сразу начинает понимать, какая выгода. Я, например, всегда говорю о том, что шампунь, который стоит в каталоге по 100 рублей, 2 штуки ты сейчас можешь взять совершенно бесплатно на свои накупленные бонусы. Очень нравятся клиентам эти программы. Но сами на сайте найти. Они не всегда могут все условия, которые для нас с вами являются привычными. Поэтому акцентируйте внимание клиентов, пока они новые, 3, 4, 5 каталогов. Сопровождайте, пожалуйста, их по всем программам лояльности. Очень круто для новых клиентов. Да вообще для любых клиентов очень круто делать покупки в Фаберли. Мы, например, очень часто делаем сравнительный анализ ритейла и покупок на сайте компании. Приводим в пример бонусные программы лояльности из других магазинов и наши программы лояльности. Сколько, например, процентов кэшбэк в той или иной торговой сети? Сколько скидку дает та или иная торговая сеть? И показываем, что сменив несколько магазинов, можно покупать все то же самое, но в интернет-магазине Фаберли и экономить такое-то количество денег. С каждой покупки иметь 20% скидку, покупать важные, качественные, нужные товары, минуя все посреднические сети. Мы просто показываем клиенту его многочисленные возможности. Я рекомендую всегда первые три заказа обязательно проверять. Вы почерпнете для себя колоссальное количество информации о том, что клиент может ухаживать грамотно за собой или, может быть, чего-то не знает. Вы увидите, есть ли у девушки муж или парень, или, может быть, она одинока. Вы обязательно увидите тех, у кого в семье дети. Составляя такой визуальный портрет себе для каждого клиента, вы обязательно сможете к каждому клиенту обращаться лично. Вы обязательно сможете сокращать дистанцию между вами и вашим клиентом. Вы делаете каждого клиента лояльным. Вы сокращаете между вами и утепляете между вами взаимоотношения. Это очень и очень важно. Поверьте, на сегодняшний день, общаясь со многими клиентами, у кого регистрационные номера 700, 701, а это регистрация 9, 10, 11 года, мне очень приятно общаться с этими людьми уже не просто как с клиентами в моей личной группе. У нас уже приятельские какие-то отношения, мы уже много знаем друг о друге, мы часто встречались и общались в неформальной обстановке. И это совершенно точно приводит к тому, что объем моей личной группы, например, постоянно остается стабильно высоким. Я желаю вам, чтобы и у вас объем личной группы всегда только рос, потому что старые клиенты всегда размещают свои заказы самостоятельно, а новые клиенты, вы продолжаете их приглашать? Тем более, что сейчас удивительная акция от компании Фоберлик. Целых тысячу рублей на оплату первого заказа. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...